Музыка Музыка Есть материал в учебниках и истории. В учебниках русского языка, в учебниках родного языка есть такие темы, начиная и начальной школы, а начиная особенно с пятого класса, где дети должны представлять, на чем писали. На чем писали? Разные народы. Казалось бы, сейчас такое время, что мы должны это даже визуально видеть, чтобы можно было потрогать руками и так далее. Поэтому я считаю, что в нашем регионе можно уже, как в некоторых местах сейчас есть, составить небольшие коллекции, связанные с образованием, с просвещением, с научением. К сожалению, многое очень растеряно, хотя сейчас есть отдельные экземпляры, довольно интересные. И особенно я бы хотела сказать, прекрасное собрание книжности, которым славился Алтай, рукописный и старопечатный. Я начну с того, что когда мы говорим о таких клинописных табличках, например, как Фестский диск, который был найден в 1908 году, город Фест, Крит. То есть это образец прекраснейшей критомикенской культуры. Диск 16 сантиметров в диаметре, который до сих пор не является еще раскрытым. Все тайны его читали и по рядам, и справа налево, и слева направо. Но в общем, пока не найдены никакие дополнительные аналогичные тексты, можно сейчас сказать, что это язык символов. Язык символов, которые пытаются разгадать. То есть пищематериал глина. Дальше, если мы сейчас с вами посмотрим, и есть такая возможность попутешествовать. Юго-западный восток, то есть восточные земли. Я имею в виду, например, Шри-Ланки, Таиланд. Да даже, вы знаете, для каллиграфии в Японии и в Китае используется растительное сырье, очень дорогой материал пищи. Но вот здесь образец я хотела показать, довольно много таких образцов. Это, вы знаете, бумага, которая получена удивительным образом. То есть она вот такого целлюлозного происхождения, но довольно позднего XX века, из помета слона. Вот такой получается растительный материал. То есть включение вот таких растительного происхождения больше или меньше. Бумага может быть с добавкой отбеливающих средств и так далее. Потому что слон пережевывает ветви, листья, хрупкие ветви. И вот, пожалуйста, то есть, по сути, это целлюлоза, но переработанная, конечно, слонами. Ну и хотела обратить внимание, что, вы видите, даже листья, они обрабатываются, видите, составляют вот такую красочную обложку. Да, я вот тут еще хотела рассказать. Ну, вы знаете, сейчас тоже это поздние туристические проекты. Это папирус. Конечно, это папирус, который не совсем тот, который был в древности. Отдельные фрагменты приходилось видеть в собраниях того же Новосибирска, небольшой фрагмент есть. Более прочный, то есть, один слой этого папируса, то есть, этого камыша в дельте Нилы. Знаете, это тонкий папирус, ну, конечно же, с египетскими сюжетами. Тонкие пластинки, которые вот этого же самого тростника. А если мы с вами вернемся к нашей русской истории, то, конечно, мы должны с вами помнить о пергаменте, о коже. И поэтому книжность наша до XVI века, а также документы, это, конечно, на коже. Пергамент, лучший, конечно же, из телятины, еще называлось и хоротейное письмо и так далее. Это обработка кожи нашим кожзаводом, потому что мне было важно, чтобы, когда показываешь детям, чтобы они видели фактуру кожи. Потому что книжность, начиная со Стромировой Евангелия, 1056-1057, обязательно показываешь. Фоксимильное издание совершенно великолепное. То есть, это книга, от которой мы начинаем свою древнерусскую книжность, то есть, изводы старославянского или древнецерковнославянского языка. Вот я хотела бы показать, взяла полегче, прекрасное Фоксимилие. Что значит Фоксимилие? Фоксимилие, делай похожее. То есть, это копия 1397 года, великолепная киевская псалтирь, потому что в Киеве написано более 400 великолепных миниатюр. Далее, заставки. И дальше, конечно же, вот такого медальерного типа, ювелирные такие инициалы. Вот когда знакомишь, во-первых, с детьми учишь их читать, потому что это вот такой почерк, это уже другая, так сказать, тема. Устав, беспробельный почти текст, то есть, не делятся строчки на слова, а это 1397-й. Поэтому Астромировая Евангелие, тоже беспробельный текст. И великолепные миниатюры. Ну, первые миниатюры, конечно, несколько осыпавшиеся, но они очень интересны. Блажен муж и женеидин совет нечестивых. Да, и с грешниками не съедено седалище, да, и с губителями не встал, то есть не встал и так далее. Вы знаете, первый псалом звучит иногда в фильмах и, в общем-то, подвергается интересному исследованию. Это, в общем-то, ключ к псалтере. Более половины этих, вы видите, такой парадный жёлтый цвет, потому что на очень хорошем пергаменте. И копии великолепно передают. Вот причём протодиакон, вот, а для XIV века конца, наверное, не так много этих было, таких замечательных диаконов. Диаконов протоз, то есть первый, самый высший слой диаконства, вот он дал ещё красными точками своё прочтение, то есть остановки и так далее, как следует нараспев читать или петь и так далее. Часть миниатюр до сих пор не атрибутирована, то есть ещё не исследована. И равна эта великолепная псалтырь, конечно, греческая. Но носит она название Балтиморской, потому что волею судеб оказалось в Америке. Один к одному, то есть перевод с греческой тоже псалтыри. Затем мы с вами, конечно, это целая наука гристология. Вы знаете, удивительно, это такой мир замечательный, начиная с XII века. Но можно было бы сказать, ну это история, это там, далеко, да. Но в берестяных грамотах мы видим замечательные. Это и цены на продукты, на рожь, на пшеницу. Это, конечно же, вы знаете, даже какие-то послания, уголовное дело, например, нашли убитого человека. Это от Микиты Каульянец, да, пришли мне на жеребце сорочку, сороцицу забыл, новгородцы цокали вместо чоканья. И великолепно, почему только с 53-го, 55-го обнаружили эти грамоты. Потому что они, видимо, как записки читали, а потом вот так, как Янин говорит, щипали, щипали, да, щипали, чтобы никто не прочитал, как мы записки щипим, щипим, да. И вот таким образом берестяные грамоты – это чудо. Даже в любви и объяснении. Али, я тебе не люба, почему ты ко мне не приходишь. То есть это тоже берестяной материал для письма, причем для Сибири он тоже очень характерен. И, наконец, мы сейчас с вами проговорим сейчас о бумаге. Как смотреть бумагу, какого она происхождения, как смотреть древние книги. Так что об этом следующая тема.